В Иране уже вторую неделю продолжаются волнения, а наши, европейские политики, до сих пор не понимают, как к ним относиться, что говорить и как себя вести. В Иране все началось с протестов против повышения цен на продукты, которым очень быстро прибавились политические лозунги. В сорока с лишним городах тысячи людей выступают против режима, требуют перемен, скандируют. Смерть президенту Раухани, смерть Виталеха Минеи, даешь республику, даешь шаха, долой коррупцию, долой хиджаб. У протестующих нет ни лидеров, ни единых требований. Против режима выступают и консервативные религиозные бедняки из провинции, и прогрессивная светская интеллигенция из столицы. У них очень разные представления о том, какой должна стать их страна. Но полиция и спецслужбы стреляют и в тех, и в других без разбора. Власти обвиняют во всем Запад. Но не могут же люди в самом деле быть чем-то недовольны сами по себе, а не по наущению врагов. Но при этом идут на некоторые уступки. Интересно, что и у иранских граждан, и у западных стран претензии к иранскому режиму более или менее одинаковые. Очень многие иранцы недовольны, что люди в Иране живут все беднее, экономическое положение ухудшается, цены растут. А власти тратят деньги на вооружение, поддержку сирийского президента Асада и разных антиизраильских группировок. Люди не готовы и дальше мириться с ограничениями личных свобод. В Иране официально запрещены алкоголь и танцы. Действует строгий дресс-код, особенно для женщин. Сексуальная жизнь регламентируется под страхом жестоких наказаний. Антизападные настроения при этом в иранском обществе очень сильны. И, казалось бы, что может быть логичнее для Запада, чем проявлять солидарность с иранским народом и поддержать требования протестующих, которые совпадают с ценностями либеральных демократий и с интересами западных стран. В конце концов, волнения могут привести к смене режима, и западным демократиям было бы очень полезно иметь союзников во власти и авторитет среди населения. Но западные демократии, похоже, боятся смен режима и революций не меньше Путина. Демократы по большей части молчат, а популисты, например, из АФД, так и вообще выступают в поддержку исламистского режима. А то вдруг в Иране случится гражданская война, и к нам в Германию потянутся беженцы. Тут хочется вспомнить несколько моментов из недавней истории. Пример Великобритании Тэтчер и президент Франции Миттеран настороженно относились к демократическим переменам в СССР и отмене руководящей роли коммунистической партии. Им казалось, что лучше иметь привычного, предсказуемого врага, чем нестабильность. Они же активно противодействовали объединению Германии, потому что большая и сильная Германия оказалась им страшной угрозой. А граждане бывшего СССР, когда получили свободу путешествовать, вдруг обнаружили, что в западные страны их не особенно-то и пускают. И так далее. Сегодня мы наблюдали эту фатальную беспринципность Запада в Сирии. Вместо того, чтобы поддержать общество в противостоянии режиму, а сирийская оппозиция очень на это надеялась, Запад выражал озабоченность и уступил Сирию исламистам, России, тому же Ирану. И получил в результате разрушенную страну изгоя и миллион беженцев. Теперь с Ираном Запад собирается наступить на те же грабли. Это только кажется, что Сирия и Иран – это далеко и не про нас. Там, в Сирии и в Иране, мы теряем себя. Мы, Запад и Европа, продолжаем привлекать людей со всего мира высоким уровнем жизни и личных свобод. Но похоже, что никакого морального авторитета у нас уже не осталось. Мы вообще верим в собственные ценности? Мы готовы их отстаивать? А если нет, то как долго мы без них протянем?